Отправной точкой начала праздника становится Площадь Победы. Каждый метр пропитан болью гордостью за великий подвиг. Не случайно в этот день здесь встречаются несколько поколений. Те, кто творят настоящее и те, от которых зависит будущее страны. Возложение венков и цветов к подножию мемориального комплекса – не формальность, а благодарность. И все-таки республиканский последний звонок – триумф учебы над ленью. Праздник, который бывает раз в жизни. Основная локация – Бобруйск-арена. На протяжении трех километров гостей и участников встречают различные театрализованные площадки. Взамен вкусники дарят море улыбок и заряд бодрости. Как настроение? Отличное. Что сегодня будете делать? Отдыхать, веселиться? Грустить, нет? Ну, грустить мы будем на своих выпускных, которые будут у нас. А сейчас веселиться, естественно. А к экзаменам кто будет готовиться? К экзаменам мы готовились на протяжении всего года, поэтому... То есть сейчас можно отдыхать? Ну, чуть-чуть отдыха никогда не помешает, знаете ли. Откуда вы к нам приехали? В Гродненской области, в Болковыск. Что сегодня собираетесь делать? Отдыхать, участвовать. А экзамены кто будет готовиться? Мы уже подготовлены достаточно, если мы здесь. То есть можно отдыхать, да? Да. Да, школа заканчивается, детство уходит, но сегодня очень прекрасный праздник. Какой? Поэтому нас пригласили всех на республиканский выпускной. А к экзаменам кто будет готовиться? К экзаменам мы уже подготовились. Социалистическая, советская, московская, урицкого, карбышева. Колонна шагает по главным улицам города. Масштаб, конечно, впечатляет. Море шаров и сотни выпускников. После праздничной линейки без нее не обходится ни один последний звонок. Грамоты, цветы, подарки тоже неотъемлемый атрибут торжества. Самых лучших лично награждает министр образования. К сожалению, пандемия в прошлом году не дала нам возможность провести этот праздник. Вот мы сегодня его проводим, чтобы создать такое хорошее праздничное настроение для нашей молодежи. Чтобы они почувствовали всю прелесть этого праздника, входа в новую взрослую жизнь. Потому что действительно перед ними открыты все пути, все дороги. И от них зависит, кем они будут, как они будут в этой жизни устроены, как они будут жить, как они будут работать на благо нашей Родины. После линейки выпускники перемещаются в холл Бобруйск-арены. Здесь проводят дегустацию самой вкусной продукции лучших предприятий области. Среди них Красный пищевик, Бобруйский мясокомбинат, Оазис Групп. Я считаю, что это, в самом деле, высокая честь для города Бобруйска. И, к сожалению, а может быть и к лучшему, что не состоялось именно в том году, у нас было времени больше подготовиться. Но самое главное, что выбрана площадка города Бобруйска. И сегодня на этой площадке более почти 2000 выпускников, которые приехали со всей нашей страны. И уверен, что у каждого из них останется в душе и в сердце вот эта частичка этого праздника. А по кейм праздника становится дискотека. Впускники зажигают под лучшие треки современности. Хэндлайнер Мэвел. Певец набрал популярность благодаря хитам «Холодок», «Поздно говорить», «Магнитола» и «Останься». Фееричной точкой первого дня праздника становится салют. Второй день начинается с экскурсии по Бобруйску. Упускники гуляют по социалке, фотографируются с Бобром. Большая часть променада посвящена крепости. Время расставаться. Ребята делятся своими эмоциями. Последний звонок. Просто супер. Этот выпускной мы точно запомним на всю жизнь. Город очень понравился. Старинный, красивый. В общем, все просто супер. Мы очень рады, что нам выпала такая возможность побывать на таком мероприятии. Очень понравилось. Хотелось бы, конечно, чтобы было не два дня, а даже больше. Но сколько сделали для нас. А что больше всего понравилось? Концерт, салют? Что? Расскажите про это. Все было здорово. Организация на высшем уровне. Нет. Ну, очень приятно, что для детей, для нас, для молодежи, подрастающего поколения делают такие праздники. Очень здорово. Все понравилось. В этом году около 90 тысяч белорусов заканчивают 9 класс. И более 50 – 11. Уже на следующей неделе все, кто прощается со школой, ожидают важный этап – экзамены. Вручение аттестатов и выпускные вечера назначены на 10 июня. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск. 360.